Так, но тема нашей лекции это рекуррент нейронной сети. Давайте попробуем решить задачу классификации с помощью данного типа. Еще расскажем, почему данный тип нужен. Во-первых, предыдущие варианты моделей никак не учитывают порядок слов. И во-вторых, эти типы моделей подстроены под конкретный размер данных. То есть, если мы меняем количество в нашем предложении, то модель уже не может с ними работать. И, например, придется нам вставлять некие кастели типа паддингов. И поэтому мы хотим такой тип данных, который работает непосредственно с последовательностями. Наш путь сегодня будет лежать между моделями RNN, LSTM и BSTM. На следующей лекции мы с вами поговорим о таких моделях, как encoder, decoder и также рассмотрим такую хитрую операцию, как attention. И уже в последующих лекциях мы рассмотрим с вами модель transformer, которая является наиболее продвинутой на данный момент. Давайте приведем примеры последовательностей в данных. Это, например, видео, фрагменты, картинок. Аудио, музыка, то есть какие-то дорожки. Ну и наш текст. Давайте перейдем от задачи классификации к более общей задаче. Это sequence tagging. Sequence tagging – это более общая задача. Почему? В случае классификации мы в качестве набора тегов возьмем только тег класса. У нас всего лишь будет один тег. А это задача про то, что мы каждому слову сопоставляем тег. Не один тег всему предложению, а столько тегов, сколько слов. То есть у нас есть наши слова – это x и есть последовательность выходных векторов или тегов – y. И мы хотим как раз по нашей последовательности предсказать элементы выходной последовательности. Тем самым мы пытаемся найти такие y, которые таким образом, чтобы мы максимизировали вероятность y при условии x. Теперь мы перейдем непосредственно к модели RNN. Что здесь происходит? Вообще, модель RNN – это просто последовательность ячеек. В каждой ячейке выполняется одна и та же операция. Ячейки пронимированы так же, как и слова. То есть у нас здесь внизу – это наши слова, да, или можно сказать импединге слов. А здесь представлены как раз критостояния ht. Почему рекуррентные нейронные сети? Потому что у нас есть некая рекуррентная, рекуррентная, которая вычисляется на каждом шаге. ht мы вычисляем с помощью какой-то нелинейной функции f над линейным преобразованием над хt и ht-1. В данном случае ht-1 – это будет предыдущее критостояние, да. А после того, как мы получили ht, мы можем уже предсказывать тег y. Тоже с помощью какой-то нелинейной функции уже g и линейное преобразование над ht. Теперь давайте двинемся дальше и поговорим с вами о функции активации, которые можно использовать в RNN. Обычно используется в RNN – это гиперполитический тангенс. Им можно в целом ограничиться. Но мы с вами также познакомимся и с применением сигмоиды. В целом, и RELU можно использовать, но есть некие проблемы с RELU в плане работы с последовательностями. Мы хотим, чтобы наша функция активации имела нулевое мотожидание. А мы, как и знаем, функция RELU сдвигает наше распределение. И смотрите, если вот мы каждый раз на каждом шаге будем сдвигать наше распределение, то у нас распределение может уйти куда-то в бесконечности по мотожиданию. И поэтому RELU используется иногда. RELU даже решает некие проблемы, связанные с RNN, но она решает, на самом деле, не полностью и совсем немножко, но зато она приносит гораздо больше проблем, чем решает. И поэтому RELU можно использовать, но вообще все фреймворки используют в рекуентных нейронных сетях функцию тангенса гиперболического. А теперь давайте двигаемся уже к обучению нашей сети. Здесь под обучением, как обычно, подразумевается уменьшение лоса. Лос – это у нас сумма ЛТ на каждом шаге. Давайте возьмемся на два слайда назад. И ЛТ как раз у нас вот после каждого блока, да, над каждым блоком, после определения уже Y с галкой, да, это наше предсказание, мы смотрим лос между тем, что мы предсказали и тем, что истина. Как раз функция вот эта вот ЛТ говорит нам о том, насколько мы хорошо предсказываем. И мы просто минимизируем этот функционал. В качестве ЛТ, да, мы можем брать просто кросснотерапию. Если мы занимаемся задачей классификации на классах классификации, например, да, когда, например, мы хотим определить для каждого слова часть речи, то есть задачу Path of the Speech Tagging мы решаем. Тогда мы будем использовать вместо ЛТ просто кросснотерапию. Минимизация нашего лоса происходит по параметрам матрица В, матрица У, матрица W и свободные коэффициенты это В и В с крышкой. Здесь видите, что В – это сдвиг при определении нашего H, а В с крышкой – это сдвиг при определении Y с крышкой. И, кстати, надо это обговорить, что когда я говорил про функцию активации, я в основном говорил про функции, связанные с F. То есть как раз непосредственно F отвечает за определение нашего скрытого состояния. Если, допустим, в качестве F будем использовать Relu, то каждый раз мы будем сдвигать распределение H в положительную полуплоскость. В качестве G мы можем уже использовать все, что угодно, да. Ну, конечно, Relu для классификации не подходит, да, но мы можем использовать просто какой-нибудь Softmax и поэтому решать, как обычно, задачу классификации. То есть просто здесь мы извлекаем из нашего текста некое критопоставление H и уже на основе этого H делаем классификацию. Давайте разберем примерчик, чтобы было понятно. Вот здесь у нас определено HT, таким вот образом, да. И, допустим, у нас H размерности 10, а X размерности 30. И от какого количества обучаемых весов зависит H5 и H2. Ну, для начала скажем, что и H5, и H2, и H3, и любой H, и зависит от одного количества параметров, потому что у нас заданная рекуррентная формула. И в определении любого H у нас участвует только матрица V, матрица W и матрица B. Матрица U и вектор B с крышкой не участвуют. Они участвуют в определении непосредственно только Y. Но все-таки сколько параметров обучаемых есть в зависимости при H5? Точнее, нам нужно сказать, от какого количества обучаемых весов зависит теперь от H5 и H2. Сколько их? Ну, давайте перейдем как раз к определению матриц, размерности матриц В, W и вектора B. Матрица В переводит биндинг Х из пространства, его в пространство размерности крытого состояния. То есть у нас матрица, и вектор переводит из размера 30 в размерность 10. Матрица W – это матрица перехода как раз вектора ht-1 к ht, то есть к какой же размерности. Ну, и B – это вектор сдвига. Итого, количество параметров у нас равняется здесь 300, здесь 100 и здесь 10. В итоге 410 параметров. Но мы хотим посчитать градиенты теперь. Мы определили функцию, по которой мы оптимизируемся. Теперь давайте посчитаем градиенты от нее. Градиент от суммы – это сумма градиентов, и поэтому мы будем только разбирать функцию, градиент функции L, T по W. L, T – это лосс при выходе T. Распишем градиент как через градиент сложной функции. Просто это L, T по W – это L, T по Y, T. Y, T по H, T и H, T по W. Теперь давайте распишем градиент H, T по W. Мы его расписываем таким же образом, да, и получаем вот такое выражение. Здесь внимание вам стоит заострить на этом произведении, вот, которое стоит под суммой. Хорошо, теперь давайте обратим на него внимание. И скажем следующее. В этом произведении есть большое количество элементов. Если пару элементов, несколько элементов будет стремиться к бесконечности, то у нас может быть просто все это выражение тоже равно бесконечности. И это просто-напросто взрыв градиента. Взрыв градиента градит нам чем? Что мы просто выйдем из области оптимизации. Мы делаем градиентный, ну, мы делаем градиентный спуск и делаем шаг, и при этом шаге мы просто вылетим из области оптимизации. Мы этого не хотим. С другой стороны, несколько элементов этого произведения могут быть очень маленькими, да. И произведение маленьких элементов будет маленькое. И тем самым мы перейдём как раз затухание градиента. Затухание градиента – это когда градиент равен нулю, и тем самым мы делаем градиентный спуск, но параметр нашей модели не меняется. И то есть мы никаким образом не можем ввенчать наш лосс. Вот смотрите. Ещё стоит, наверное, обговорить следующее. Что вот мы как раз говорим, что, например, у нас есть взрыв градиента. То есть это произведение стремится к бесконечности. Значит, стремится к бесконечности как раз к градиент ht по w, тем самым стремится к бесконечности градиент ht по w. Поэтому мы же оптимизируем ht, лосс, и как раз мы можем вылететь за область оптимизации. Но, например, если у нас есть затухание градиента, то, например, зависимость ht от w будет нулевой. Зависимости не будет, и поэтому мы не сможем как меняя w менять ht. Если мы распишем градиенты соответственно и по w, и по u, мы получим примерно такую же картину, например, такие же формулы, и как раз в этих формах будет участвовать произведение вот таких вот частных производных ht по ht-1. И нам надо побороться с этими двумя проблемами. С проблемой взрыва градиента будет бороться градиент клиппинг. С затуханием градиента нам на помощь придут LSTM-игру. Давайте перейдём к градиент клиппинг. Что это такое? Ну, этот метод немножко выглядит топорно, как будто мы вставляем в наш код какой-то костыль. То есть мы не даём градиенту быть больше некого значения. Это значение мы обозначили здесь c, то есть какой-то threshold. И операция, то есть псевдокод, эта операция выглядит следующим образом. То есть если градиент, точнее норм градиента L больше c, то мы делаем так, чтобы норма L была равна c. То есть норма любого градиента не больше, чем c. Что здесь происходит? Ну получается, можно делать немножко под подробно это записать. То есть мы сначала делаем операцию по придение норма градиента к единице. То есть мы просто делим градиент на его норму. И мы получаем просто вектор норма 1. И дальше мы умножаем этот вектор на c. Тем самым мы получили норму равной c. Зависимость нормы градиента после клиппинга от норм градиента вы можете видеть на этом графике. То есть до тех пор, пока норм градиента L меньше, чем c, то это просто линейная зависимость, просто как зависимость типа x. А дальше у нас норма не превышает, чем c. Если до градиент клиппинга мы могли сделать такой вот шаг и куда-то вылететь непонятную область, то с градиент клиппинг мы будем примерно идти по такому пути. Таким образом оптимизироваться. То есть мы не сможем никаким образом вылететь за нашу область. Просто мы ограничиваем нашу норму. Это костыль почему? Потому что мы ручками ограничиваем диапазон норм градиентов. И это выглядит немножко костыльно, но это работает. Теперь нужно перейти уже к способам борьбы с задуханием градиента. Сначала идет у нас модель LST, Long Short Term Memory Cell. И какой здесь принцип работы? Принцип здесь следующий. Мы знаем, что мы получили нулевую зависимость нашего лосса от параметров. Зависимости нет. И мы хотим с помощью CT добавлять к лоссу некую информацию, доносить некую информацию, которая зависит от наших параметров. Тем самым, меняя V, меня W, меня V, меня U, например, и остальные параметры, мы будем менять каким-то образом наш лосс. То есть мы с помощью вот этого донесения информации, или мы доносим некую зависимость, которую мы не смогли нанести с помощью HT. Мы ее попытаемся нанести через CT. Это получается просто дополнительный путь, течение информации. Что здесь происходит? Смотрите, CT определяется после каждой ячейки. У нас есть CT минус 1, и мы хотим определить CT. Во-первых, для начала мы хотим каким-то образом учитывать старую информацию, то есть старый CT минус 1. Мы, получается, здесь у нас есть вход некий, мы обрабатываем его с помощью сигмоиды, тем самым получаем значение от нуля до единицы, и уже мы CT минус 1 умножаем на это значение. Тем самым просто каким-то образом уменьшаем CT минус 1, то есть понимаем, насколько важно нам CT минус 1, то есть предыдущая информация. Наверное, я немножко перепрыгнул на слайд вперед. Здесь просто говорится на слайде о том, что у нас CT просто определяется каждый раз, и она определяется с помощью CT минус 1. Вот как раз о чем я говорил раньше, здесь написано на слайде, изображено на слайде, у нас есть сигмоида, да, она работает с нашим входом, мы получаем коэффициент, умножаем CT минус 1 на этот коэффициент, тем самым мы учли CT минус 1. Эта операция называется, вот эта операция сигмоиды над входом называется forget gate, то есть этот коэффициент говорит, насколько мы должны забыть forget, да, насколько мы должны забыть CT минус 1. Также дальше у нас есть такой gate, как input. Здесь мы получаем на вход данные, и мы их обрабатываем с помощью гиперболического тангенса, то есть мы тем самым генерируем некий сигнал на данном этапе. После этого мы этот сигнал умножаем на кроссигмоиду. Кроссигмоиды и называется input gate, да, то есть мы каким-то образом учитываем еще сгенерированный сигнал с коэффициентом, например, 1. После этого, после того, как мы определили, насколько мы должны забыть CT минус 1, и насколько мы должны учитывать сгенерированный сигнал, мы их уже складываем. И тем самым получаем наш CT, исходя из того, что было раньше и из того, что мы получили сейчас. Дальше здесь это output gate. Мы хотим уже из CT получить HT, да, наш HT. Мы сначала генерируем коэффициент с помощью сигмоиды, наш output gate. И дальше мы output gate умножаем на гиперболический тангенс от CT. Тем самым мы определили и CT, и HT. На этом слайде обозначен весь процесс и написаны все формулы, соответствующие данной модели. В качестве входа у нас берется конгненация HT минус 1 и XT. Эта скобка – это конгненация HT минус 1 и XT. Давайте вернемся назад, прям сильно назад. И вот, например, здесь, да, мы могли просто конгненировать XT и HT минус 1 и тогда размерность, получается, ZT была бы равна 40. И тогда мы просто бы делали линейную операцию над ZT, размерностью 40. И в наших параметрах у нас была какая-то матрица, не знаю, допустим, обозначимая как V', и она была размерностью 10 на 40. Потому что у нас Z – размерность 40. И мы Z переводим в размерность 10. Вот. Поэтому примерно здесь так же происходит. То есть мы так же конгненерируем HT минус 1 и XT получаем ZT размерностью 40, например, да. И с этим входом мы работаем. Как мы работаем? На начало мы получаем forget gate. То есть мы берем сигмоиду от линейного преобразования над входом. Получили FT. Получили input gate. Коэффициент input gate – это сигмоида также над линейным преобразованием ZT. Мы получили эти коэффициенты. Дальше мы также генерируем сигнал, который мы получаем с этого шага. Это гиперфолический тангенс от линейного преобразования над ZT снова. То есть здесь мы получаем forget gate, здесь получаем input gate, здесь получаем мы сигнал шага T. И после этого мы информацию CT минус 1 учитываем с коэффициентом forget gate, то есть FT. Информацию, которую мы получили с этого шага, мы учитываем с коэффициентом IT, input gate. Тем самым мы получаем CT. После этого мы получаем определение HT как произведение коэффициента output gate и гиперболическая тангенс от CT. Output gate – это то же самое, как определение, как и FT и ET. Это просто сигмоид над линейным преобразованием ZT. Вот и вся наша модель. Я думаю, здесь мы с вами обсудили все в подробностях. Главное понять, что мы как раз с помощью CT минус 1 делаем какую-то некую внутреннюю возню, чтобы собрать побольше информации с этой ячейки, чтобы эту ячейку мы могли учитывать при определении лосса. Давайте перейдем к gate recurrent unit, GRU. Внутри GRU происходят примерно такие же операции. У нас также есть вход, это HT минус 1 и XT. И мы получаем начало update gate. То есть какими коэффициентами мы будем учитывать предыдущий HT минус 1 и HT, который мы сгенерировали. То есть H с волной. То есть здесь у нас нет никакого CT. Мы обходимся просто некими внутренними преобразованиями над H. И вот как раз HT определяется как линейная комбинация HT минус 1 и H с волной. Видим, что сумма коэффициентов равна 1. То есть 1 минус UT плюс UT это равно 1. Мы HT делим на две части. За одну часть соответственно HT минус 1. За вторую часть соответственно H с волной T. Отлично. Но здесь неизвестно только у нас H с волной. Поэтому мы H с волной должны получить. H с волной примерно очень похоже на определение CT в предыдущем формуле. Но здесь у нас есть некая поправка. И она как раз укроется в RT. То есть RT это reset gate. И этот коэффициент учит насколько мы должны в определении нового сигнала учитывать старый сигнал. То есть R это как раз тоже коэффициент 0-1. И он каким-то образом уменьшает влияние предыдущей информации на определение скрытого состояния на этом шаге. Очень операция похожа. И на самом деле существует большое количество ячейк которые делают какие-то операции внутри них. Поисходят некие сложные операции. Но на практике лучше всего показывать себе как раз это LSTM ячейка и ГРУ ячейка. Вот такие операции как раз помогают нам бороться с затуханием. Но стоит помнить что эти модели они борются только с ним. Но не решают полностью. С затуханием градиента мы могли ознакомиться еще в нейронных сетях. Когда рассказывали вам про архитектуры ResNet вы помните что там боролись с помощью прокидывания input входа через слой. Здесь же эта проблема в модели RNN это проблема актуальней. Это проблема которая стоит на первом месте практически. Здесь это происходит из-за чего? и мы какие-то первые слова можем забывать просто. Информацию о них мы можем не хранить. Допустим в нашем тексте 100 слов. И чтобы наша модель запомнила информацию с каждого слова ну и придется придется обладать большим количеством параметров. И вообще сохранить историю вообще тяжело. История вообще стирается. И поэтому LSTM также работает как память человека. Что мы помним последние данные последняя информация очень хорошо. А то что было в начале мы просто об этом забываем. И эта проблема остается. Ее невозможно решить полностью с помощью ГРУ и LSTM. Но мы пытаемся каким-то образом бороться с ней. Здесь на слайде представлена архитектура RNN и LSTM. Если RNN это просто применение гиперболического тангенса к нашему входу. К клиенту ему преобразованию над ZT. То есть над комбинацией XT и HT-1. То здесь, как видите, процесс самих операций больше. И процесс преобразования входа XT и HT-1 он сложнее. Отлично. Вот мы с вами разобрали какую-то базовую архитектуру. А что с ней можно делать? Можно ли добавлять больше слоев? Можно. Можно, даже нужно. Как мы знаем, чем больше слоев, тем более абстрактное представление мы получаем на каждом шаге. Поэтому и LSTM мы хотим тоже использовать, например, больше слоев. Как мы будем это делать? Если с первым слоем все понятно, то здесь в целом происходит то же самое. Мы на вход подаем имбиддинги, получаем открыто состояние. То следующие слои уже чуть, ну не чуть сложнее, они немножко по-другому определяются. То есть вместо входа здесь XT-1 уже придет HT с предыдущего слоя. То есть смотрите, мы здесь определяем XT, да? Это имбиддинг слова. После мы находим, получаем скрыткое представление HT. И дальше HT уже кидаем на следующий слой, как XT на этот слой. Следующий слой LSTM будет зависеть от предыдущего CT-1 с этого слоя, с HT-1 с этого слоя и зависит от HT с нижнего слоя. Например, здесь вот видите, да? То есть это HT-1 с первого слоя, предыдущий HT-1, но со второго слоя, CT-1 предыдущий, но со второго слоя. Вот. Мы определяем таким образом HT-2 и CT-2. После этого мы уже HT-2 кидаем на вход LSTM с третьего слоя. И дальше мы уже YT классифицировали так, как и классифицировали раньше. Вот. В качестве операции под функцией G мы можем также брать линейную функцию, но мы можем еще использовать не только HT-2 в определении YT, а можем брать с каждого слоя выход. То есть мы можем брать с каждого слоя H, H и конкурировать их и уже определять YT. Вот. Какой вообще стандартный размер, количество слоев при использовании RNN? Обычно это не больше чем 4. То есть 4 в целом это 4 слоя. Хватает, чтобы получить достаточно абстрактное представление, чтобы извлекать сложные зависимости. Нам хватает этого. Но в основном использование LSTM лежит в диапазоне такого количества слоев, как 2 и 4. Больше слоев нам не нужно. И в целом иногда можно и обходиться одним слоем. Так, хорошо. Мы, получается, рассмотрели с вами, что модель LSTM, например, можно расширять ввысь, то есть использовать больше слоев. А можно ли LSTM каким-то образом использовать, ну, получается, по длине последовательности по-другому? Да, мы можем. Мы можем идти не только слева направо, но и справа налево. Хоть русский язык, да, в русском языке мы привыкли читать слева направо, но когда мы читаем, наши глаза фокусируются фокусируются на разных словах. И, почитав слово T, можно смотреть и на слово T плюс 1, и на слово T минус 1. Но при модели, которую мы рассмотрели раньше, да, мы делаем операцию, исходя из того, что мы увидели раньше. То есть наш HT никак не зависит от XT плюс 1, и мы хотим, чтобы эта зависимость отобразилась в нашей модели. Поэтому мы будем ходить и слева направо, и справа налево. Этот тип модели называется B LSTM, B, в частности, B Directional. То есть одна LSTM у нас идет слева направо, вторая идет справа налево. И после этого мы кондинируем уже HT, которая получена с прохода слева направо, и здесь HT, которая получена с прохода справа налево. То есть эти два HT мы кондинируем, применяем к нему линейное преобразование, к этой кондинации, и уже после этого мы применяем какую-то нелинейную функцию G. Ну, SOFMAX, например, SOFMAX, и уже получаем класс-метку нашего текста. На этом слайде представлена общая модель, общая структура. На вход нам подаются ванхот вектора слов. Мы умножаем на матрицу имбинингов слов, тем самым мы извлекаем из этой матрицы имбининг слова, которое нам нужно. После этого мы подаем имбининги на вход нашим RNN-блокам, в данном случае LSTM-блоки. После этого, после LSTM-блока у нас появляется какое-то скрытое представление H, и на основе этого H мы уже производим классификацию, и классификация происходит с помощью SOFMAX-слоя. Где и как мы можем это использовать? Вообще, существует большое количество задач в тексте, которого мы с вами обсудили, и практически под все задачи эта модель нужна, под все задачи подходит. Первая структура – это one-to-many, когда у нас на вход подается какой-то, например, имбининг текст, получен с помощью доктора Века. И после этого мы уже это раскрываем и, допустим, раскрываем в генерацию слов, например. Также, например, мы можем решать задачу классификации. И когда у нас на вход подаются имбининги слов, мы уже получаем в итоге одну метку. То есть мы берем последнее открытое состояние и уже на основе его классификации. Мы можем решать задачу many-to-many, например, задачу перевода. У нас есть на вход подаются имбининги слов, например, русского языка, а на выходе мы должны предсказать слова английского языка. Такая задача, например, many-to-many немножко отличается от предыдущей структуры, и она нужна, например, для задачи посттеггинга, когда мы для каждого слова определяем часть речи. И теперь давайте подойдем итоги нашей лекции. Сначала мы с вами вспомнили, что мы делали на прошлых лекциях, немножко поразмышляли, почему нам нужен какой-то конкретный тип сетей под наши данные. После этого мы разобрали с вами проблемы, которые свойственны рекуррентным нервным сетям. И для задухания градиента мы с вами разобрали две ячейки. Это ячейка ЛСТ и ячейка ГРУ. ГРУ из-за своей простоты работает быстрее на практике. Но ЛСТ может извлекать чуть сложнее зависимости, она мощнее. Но в целом вы не пожалеете, если просто попробуете на практике две из этих моделей и посмотрите, какая из них лучше. Но ГРУ иногда актуальнее из-за просто быстроты. С зрением градиента у нас борется такой метод, как градиент-клиппинг, когда мы просто ограничиваем норму градиента. После этого мы с вами обсудили, какую модернизацию мы можем сделать над нашими нейронными сетями, над RNN. Мы можем, во-первых, использовать ду-направленность, читать текст и справа налево. И следующая модернизация – это мы можем использовать большее количество слоев. То есть мы можем извлекать более сложные зависимости из нашего текста. На этом мы заканчиваем нашу лекцию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok